приветствую тебя дорогой друг ну что настал этот день наконец-то вышел первый сезон арены breakout я в нее начал играть сразу как только бета-тест выпустили на пк и с этого дня вообще забросил папку но и полюбил арену за ее безграничные эмоции за невероятную атмосферу и вот когда я начал привыкать к этой игре объявили что в этом году стартует первый сезон как в этом году сразу же первый сезон тарков ну как дела и мы с друзьями думали что это приманка для того чтобы как-то удержать внимание на данной игре его 20 ноября выходит первый сезон я сидел у компьютера и ждал начала обновления хотел скорее пощупать эту полноценную и кайфовую игру сейчас покажу небольшой обзор с моего стрима и потом продолжу рассказывать свое мнение ну что ж вот первый запуск начался новый сезон вот он только что запустил вот чик я прям все внимательно будем смотреть подарок за вход новом сезоне ну конечно можно было бы нормально правильно написать вот они новые оружие а 100 тыс 2 миллион долем ухты это чё такое значки какие-то или чё это универсальный ключ 775 коинов здесь чуть обновилась да раньше вот эти вот кнопочки были сверху теперь по бокам и как будто больше а нет не больше предмет также мы их-то изображение контрастнее стало очень контраст подожди это сейчас все по стандарту столь стал кстати прикольно что здесь добавили теперь изображение чтобы понятно было так вот теперь звук убираемся голос контакта ну и чё ну и самое главное самое то что я ждал персонализация что-то говорили можно прям лицо меня сейчас посмотрим а типа чего как уже парке будет уже предметы отдельные очки и там интересно вообще же ничего не дано жить но теперь можно лопату поставить но в костюмах и снаряжениях даже скрытых нет значит это не в этом сезоне костюмы будут персонализации я так понимаю о оружие тоже скины нужно я не знаю как прокачивать давайте посмотрим ну так себе конечно блин вот это еще поинтереснее вот этот мне нравится вот в таком стиле ну вот это чё такое вот это чё временное событие у это подожди а почему нет события открывается вот этот туман откроется 28 ноября через неделю туман откроется 28 ноября специальная операция откроется 5 декабря то есть через неделю штормовое предупреждение вообще в январе в конце января только откроется пока их нету но я так думаю тогда вас его добавили здесь с этими я так понимаю с этими карт на картами нет не картами временные события там шторм и там и добавят мне кажется костюмы сюда потому что пока ничего нету но жесты появились давайте посмотрим жесты отлично это в какой момент мы будем интересно обмениваться жестами когда едет крысить будем типа в засаде ну типа сидишь ты 20 минут тебе уже делать эти ты такой нормально а уж во время боя там вот этот точно не будет там через связь сети а вот круто вот это аватар бля класс она тут и херня это так хоть что-то в этой игре уже применилась так персонализации где у нас сейчас поменять на девчонку так а где на девчонку поменять я смотри на логотипе можно нажать их скопировать и иметь типа бляжа за фонарик охуенно будет лететь на оружие теперь можно этот брелки стать группа крови там типа или монету я нашел поменять фолк мальчишки привет о дождь ебать 1 же катка и дождь сразу вот а кстати прикольно сейчас на предмет наводишь который нашел хорош на предмет наводишь и он сразу цене показывает круто и надо там подробность нажимать первым делом мы с моим братишкой погнали сразу на карту телецентра так как все это время мы играли только на ферме в арсенал мы так и не смогли окунуться потому что какой брони и таким оружием ты бы не шел в арсенал нам удача не улыбалась и вот мы решили что с выходом обновления начнем изучать телецентр пока киберспортсмены как и мы не вдупляют где и что находится картинка на самой карте очень приятно нет темных участков кстати вообще на всех картах добавили свет даже в том же мотеле в подвале теперь горит свет а не очко после того как тебя убивает какая-то крыса за углом боты в телецентре очень уж круто одеты я б сказал броники tier 4 можно их залутать и носить в рейд потому что продавать их очень не выгодно и кстати насчет лута я так прикинул чтобы завлечь людей на новую карту разработчики сыпят лута на этой карте как не в себя посмотрите отрывок с нашей первой катки на новой карте и в новом сезоне ты универсальные ключи потратил походу нихуя все это у тебя все все ну что-то меня нет все не очкуй что нашел то хоть за миллион это охуеть и это еще не все так же следом товарищ находит льва красного и я попал блять подпулинах шальную золотой лев красный лев золотой горит за 2 ляма да ты чё это которого я ебнул чувака у него лев для вот не повезло на хуй а за все эти три месяца нам не удалось найти подобные а тут в первый же день поэтому друзья если хотите залутать халявные миллионы бегите телецентр изучаете и богатеть в общих чертах что радует это то что изменили анимацию движения персонажа или мне одному так показалось персонаж начал двигаться динамичнее легче стало уворачиваться во время перестрелок ну что друзья это был краткий обзор первого сезона и это только начало еще предстоит разобраться с новыми пушками и так далее но забегая вперед я бы не советовал брать вектор пока не завезут туда пули четвертого класса с вектора нужно выпустить около 40 45 пуль в тело чтобы убить четвертый тир контролится он хорошо но лично я пока воздержусь от этой пушки мой совет собрать аж 416 либо тос т-03 за один вечер поиграв на них я зажимал как бог ну а если ты только новичок в этой игре и тебе хочется узнать какие-то лайфхаки обзоры на оружие пиши в комментах я обязательно сниму ролик все-таки наиграл больше 150 часов в этой игре как никак а пока можешь перейти по ссылке и попасть на стрим либо на двиче либо на вк play спасибо тебе дружище за поддержку лайк подписки и так далее ты уже сам все знаешь спасибо за просмотр пока мой умер да ну а это дышит и и опять и 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 Субтитры сделал DimaTorzok